Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать, как настроить стол у принтера Creality Ender 3. У меня с этим возникла некая проблема, и поэтому я решил запилить видос, потому что я когда искал, меня не нашел. В одном из видео обзорщиков принтеров я услышал, что нужно зазор между печатающей головкой и столом сделать 3 мм. Я выставил на 3 мм. Возникла проблема, что детали, вот у меня, например, вот такая вот есть деталь, это начало печатать и возило этот пластик за собой, то есть головка по столу. Это возникло из-за того, что неплотно головка к столу, естественно, пластик не успел на стол прилипнуть за счет того, что был далеко. Соответственно, вот эта вот такая вот проблема может возникнуть, если у вас слишком большой зазор между столом и печатающей головкой. Потом в инструкции, которая шла на флешке с принтером, я увидел, что нужно взять обычный лист формата А4 и с помощью него уже настроить принтер. И после этого уже начало печатать нормально, то есть я уже после того, как я выставил на... А это 1 мм, не 3 мм, как рассказывали обзорщики в видосах, а 1 мм. То есть лист формата А4 это 1 мм. И после этого уже начались печататься нормально детальки, хорошо прилипать к столу. Вот здесь видно, что немножко, наверное, с одной стороны... А, нет, все нормально. Ну, в общем, как-то вот так вот. Более гладко, более ровно все стало получаться и детали уже начали печататься, прилипать к столу. То есть все отлично. Включаем. Вот мы включили и у нас, не знаю, будет, надеюсь, достаточно видно. Но я буду параллельно озвучивать, что здесь на экране происходит. Итак, для выставления правильного зазора мы должны в первую очередь вернуться в позицию Home на принтере. Для этого мы нажимаем на центральную кнопку, заходим в меню. В меню. Переходим в Prepare. То есть Prepare второй пункт. И нажимаем Auto Home. Головка вернется в левый передний угол. Вот мы готовы уже, можно сказать, один угол настраивать. Но нам нужно выбрать теперь в этом же пункте, где Auto Home, Disable Steppers. То есть отменяем управление головой. И теперь мы можем столом и головкой управлять вручную. Для того, чтобы настроить угол, давайте с этого угла и начнем. То есть мы берем в А4 листочек. И я вырезал небольшой кусочек, потому что так удобнее. То есть мы можем его положить, можем прилепить его скрепкой. Вырезал больше листочек для того, чтобы было удобнее проносить. Мы вставляем между столом и головкой наш листочек. Причем не нужно вот здесь, некоторые выставляют вот здесь, прям в самом краю, вот здесь. Но стол может быть немножко загнуться, и поэтому здесь будет неровно, а здесь расстояние ниже. Поэтому я советую вот точки брать угла вот где-то здесь. То есть берем визуально квадратик, да, и смотрим точку здесь, точку здесь. И так и настраиваем. То есть подводим как нам нужно, вставляем листик, листочек, и до упора закручиваем гайку. То есть листик перестал двигаться. И крутим регулировочный винт до того момента, пока листик перестанет двигаться. Когда листик перестал двигаться, то есть это мы накрутили лишнего. Понемногу ослабляем винт и понемножку пытаемся подтянуть листик. И как только он начал ходить, не царапаясь, ничего не мешает ему, да, то есть он начал заходить и проходить, то мы уже настроили. Давайте попробуем. Вот, печатающая головка держит сейчас наш листик. И теперь мы отпускаем понемногу, пока листик не начнет ходить. Все, листик начал ходить, то есть миллиметр у нас есть. Можно чуть-чуть вот так еще ослабить. Миллиметр у нас есть, и теперь мы можем, то есть спокойно он проходит. Эта сторона угла у нас настроена. Дальше мы переезжаем в вторую сторону угла. Настраиваем точно так здесь. Здесь вот у нас, допустим, в нашей ситуации воткнулся листик, поэтому нужно нам послабить. Вот, давайте проверим опять, вернемся сюда. Вот, и теперь два дальних угла. Все, теперь проверяем немного. На этом у нас стол настроен, и мы можем приступать к печати. То есть мы отрегулировали его именно так, как нужно для печати. Во всех местах один миллиметр у нас есть. Если вы хотите 3 миллиметра, то нужно сложить 3 листочка А4, если у вас там нету других инструментов. То есть сложили 3 листочка формата А4 вместе, и у вас получится 3 миллиметра. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok